Сергей Лойко В результате которой сейчас в Абхазии и в Южной Осетии находятся российские военные базы. Западные обозреватели и политики, многие из них, продолжают утверждать, что таким образом было закреплено отторжение существенных территорий от суверенного государства. Вопрос мой про Украину. Как известно, к вам поступили призывы не от какого-то деревенского или городского сумасшедшего, а от людей, наделенных властью, депутатов, ввести войска в Крым. Они прозвучали во время самых крупных митингов, антиправительственных митингов, проевропейских митингов в Киеве. У меня такой вопрос. Накануне конфликта в Грузии российские дипломатические ведомства раздавали тысячи паспортов российских жителям, не гражданам, а жителям Южной Осетии и Абхазии. И потом, когда этот конфликт случился, Россия заявила, что она защищает, она вынуждена защищать интересы российских граждан. У меня вопрос. Возможно ли даже гипотетически ситуация, в которой вы также будете защищать интересы русскоязычных жителей Крыма, скажем, или российских граждан того же Крыма, или военную морскую базу в Севастополе, в случае ухудшения ситуации. Возможно вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет? Надо получить точный ответ. И при каких условиях? Спасибо вам большое. Вы сравнили ситуацию с Южной Осетией и Абхазией с ситуацией в Крыму. Считаю, что это некорректное сравнение. Ничего подобного с Крымом не происходит того, что происходило с Южной Осетией и с Абхазией. Потому что эти территории в свое время объявили о своей независимости. И там был, к сожалению, крупномасштабный, если говорить в региональном разрезе, кровавый межэтнический конфликт. И это не первый конфликт подобного рода, если иметь в виду 1919 и 1921 годы, когда проводились карательные операции в связи с тем, что после распада Российской империи эти территории заявили, что хотели бы остаться в составе России, а не в составе независимой Грузии. Поэтому здесь нет ничего нового. Кроме того, для того, чтобы остановить кровопролитие, как вы знаете, на этих территориях находились миротворческие силы, представленные международные, имевшие международный статус и состоявшие главным образом из российских военнослужащих. Хотя там и были и грузинские военнослужащие, были и представители вот этих территорий, непризнанных тогда республик. Наша реакция была связана в том числе не с защитой российских граждан, хотя это тоже имеет значение и немаленькое, но связана была с нападением на наших миротворцов и убийством наших военнослужащих. Вот в чём дело, вот в чём была суть вот этих событий. В Крыму, слава богу, ничего подобного нет и, надеюсь, никогда не будет. У нас есть договор о пребывании там российского флота. Он продлён, как вы знаете. Продлён, я думаю, в интересах обоих государств, обеих стран. И наличие российского флота в Севастополе, в Крыму является серьёзным стабилизирующим, на мой взгляд, фактором и международной, и региональной политики. Международной в широком смысле, в Черноморском регионе и региональной политике. Нам не безразлично положение наших соотечественников. И, кстати говоря, мы постоянно поднимаем эти вопросы применительно к ситуации с нашими соотечественниками в некоторых странах Евросоюза, в частности, в прибалкийских государствах, где до сих пор существует такое абсолютно нецивилизованное понятие, как «негражданин». То есть это и негражданин, и не иностранец, и не апатрит, вообще неизвестно, что такое, лишённый политических прав и свобод. И это наши уважаемые коллеги из Евросоюза терпят почему-то, считают, что это нормально. Мы считаем, что это ненормально, и будем дальше продолжать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может.